Всем привет ребята, с вами снова Хик, и прежде чем приступить к части геймплея наш любимый GTA San Andreas, я хочу вас предупредить о том, что я далеко не профессионал и делаю те или иные баги и фишки так, как знаю я, опираясь на свой собственный опыт и жизненную позицию. Ха, вы же в свою очередь можете всегда подправить меня в комментариях, у каждого свой стиль прохождения и если он не похож на ваш, это вовсе не значит, что раннер нуб или что-то не умеет, это означает, что ему так просто удобнее. Да и вообще, каждый из вас может принести в ран что-то свое, а там уже будет видно, приложится это в ранне или таки останется незамеченным. Надеюсь мы друг друга поняли, я объяснил и предупредил каждого профессионала в комментариях, ну а мы начинаем, приятного вам просмотра. Вух, наконец-то ребят, наконец-то, всем большой привет, с вами снова Хик, начинаем видео обучение по спидрану GTA San Andreas, новомажор гличес, напоминаю, что это категория новомажор гличес, у вас на экране игра, мое время, клавиатура, мышка, что я нажимаю в тот или иной период, с вами Хик. Да, мы начинаем вот так вот резко, дерзко и сразу же у нас попадается байк. Нужен байк всегда вообще брать в приоритете, старайтесь всегда брать байк, потому что это очень удобно, это красиво и в общем маневристо, да? Ну байк, блин, сами по себе понимаете, что это самый быстрый вообще вид транспорта и неспроста у нас в начале, вообще в приоритете в начале лучше взять байк, так как он пригодится нам еще в конце игры для того, чтобы захватывать территории, но об этом мы поговорим тогда, когда начнется те самые территории. Загоняем его в гараж для того, чтобы он там остался до конца своих дней и начинаем первую миссию Биг Смоука, замечательно, да? Вот, садитесь на байк, тут на самом деле не важно, на байке вы будете выполнять эту миссию или на машине, игра вам просит сесть на байк, но на самом деле мы-то знаем, что это делать вовсе не обязательно. Вот так вот, фишка этой игры в том, что на велике не обязательно ездить на этой миссии. Диспавним трафик впереди, для чего он делается, для того, чтобы был путь свободный, толкаем свита до первого чекпоинта, вообще в приоритете, сейчас в этой первой части миссии, так скажем, в первой части этой миссии нужно толкать свита и старайтесь держаться левого края, чтобы левый край, он был как бы в стене, потому что машина баллаз, она очень противная, она может провести вам колеса, она может сделать множество неприятностей и держитесь левого края для того, чтобы их задиспавнить, так скажем, то есть, чтобы не врезались в стену, куда угодно, короче, держитесь левого края, чтобы слева была какая-то преграда. Толкаем свита до первого чекпоинта и... Он уезжает, разумеется, в следующей части этой миссии, вторая часть этой миссии, райдер становится приоритетом и важно его теперь толкать. Вообще, для чего толкать нужных этих NPC? Они медленно едут, это у них байсикл, да, велики, блин, а ты на машине. Разумеется, здесь нужно сбить полицейского или вообще любого персонажа, у которых есть оружие. Оружие нам пригодится для следующей миссии райдера, да и вообще в дальнейших миссиях оно нам очень даже пригодится. Вот, ждем райдера, ждем, когда он повернет к BMX парку и также его толкаем. Я тут получил две звездочки, это не очень удобно, старайтесь их не получать. Две, ладно, одну еще можно получить, вы так или иначе ее получите, потому что убьете полицейского или наркодилера, например, можно убить, да, у него забрать оружие. Можно убить банду баласов, например, и тоже у них забрать оружие. То есть, важно в этом моменте, именно тогда, когда начинается вторая часть данной миссии Биг Смоука, важно взять оружие. Совершенно любое, пускай это будут УЗИ, пускай это будет пистолет, главное, что вы его возьмете и у вас будет чем стрелять. Толкаем райдера, старайтесь это делать напрямых, не во время поворотов, потому что во время поворотов можете переборщить, и райдер, наоборот, перевернется, это займет у вас еще больше времени, чем полагается. И спокойненько до Горуб Стрита, когда от перекрестка пересекаете, уже можно, в принципе, двигаться к маркеру, так как райдер сам уже доедет на своих двоих и вот так вот все засчитается. Первая миссия пройдена. Вы прекрасно знаете, что я нажимаю. Специально подготовил эту панель для вас, чтобы не было вопросов, типа, хик, что ты нажимаешь. Я нажимаю, ребят, те же самые кнопки, которые сейчас видите на экране, ну, в этот момент, разумеется. Уже поверх записываю свои комментарии, потому что за двумя связями погонишься, ни одного не догонишь. Погнали. Миссия райдер. Что здесь особенного? Почему многие задают вопрос, вначале нужно взорвать эту машину? Сейчас я это сделаю. И... бам. Машину взорвал, миссию провалил. Для чего, ребят, это делается? Для того, чтобы игра подумала, что вы проходите эту миссию второй раз уже, ну, по факту так и есть. Но, дело в том, что когда вы выходите из барбершопа, начинает играть касс-сцена о том, что Сиджой нужно кушать, нужно поддерживать вес для того, чтобы сохранились мышцы. Это все вы прекрасно знаете. И эту касс-сцену невозможно скипнуть. Но если вы убьете, взорвете тачку в начале этой миссии, ну, вообще самый простой способ провалить миссию, это взорвать машину. То игра думает, что вы уже проходите миссию второй раз и незачем вам объяснять, для чего вы взрываете... для чего вы вообще должны кушать и прочее того. Вот, просто делаем прическу, совершенно любую, которая вам понравится. Быстренько прокликаем все клавиши. В данный момент клавиша Enter. Потом Shift, потому что сейчас будет касс-сцена та самая, которую, блин, вы не можете скипнуть, если вы не взрываете автомобиль. А сейчас ее спокойно можно скипнуть. И мы проходим в пиццерию для того, чтобы заказать немножко еды. Отлично. Проходим к маркеру. Быстренько прокликиваем на Shift покупку еды. Чем быстрее вы это будете делать, тем быстрее он купит, разумеется, карп. Ну, в общем, нужно прокликивать вот в игре. Так или иначе. Отпускаем касс-сцену с помощью Shift. И спокойненько садимся на шпикадор. Точнее, не в наш райдер. И все. Уезжаем. Не берем ни дробовить, ничего. Нам это не нужно вовсе. Тут главное, ребята, спидран. То есть время. То есть скорость. Неважно, выполняйте все то, что делаю я. Или приносите в ран что-то новенькое. Я всегда рад и всегда за, если вы будете приносить что-то новое в ран. То есть не обязательно шаблон так все делать. И запоминайте, ребята, маршруты. Маршруты это тоже очень важно в этой игре. Если будете улочками-переулочками кататься, ясненько вы ничего не сможете сделать. Ничего не добьетесь. Понятно, да, почему? Потому что, блин, занимает много времени, пока вы поворачиваете страдать. Выбирайте все-таки прямые пути. Следующая миссия. Граффити на районе. Едем в Айдлвуд с красавчиком. Он же тот же самый Слит. На самом деле в игре вообще не важно, какой у вас перевод. Английский, арабский. Не важно какой. Главное, чтобы игра была. И вам было удобно с вами играть. Диспаминю трафик. Это делается с помощью клавиши мыши. Я еще не раз это буду вам показывать. Ой, с клавиши мыши. Просто мышкой вверх дергаете и диспамините трафик. Делать это нужно максимально резко. Просто распыляем баллончиком. Два из ста. Опять же, можно распылять, даже не находясь при этом рядом с граффити. Просто вот в стену фигарите и все просто распыление происходит. И вообще, будет множество таких моментов в этом ране, когда вы будете сделать что-то через стену. Эта игра вот такая, вот так вот она работает. Можно все тут мазать граффити через стену. Можно брать предметы через стену. Можно уничтожать что-то через стену. Если, например, взрывная волна, она также их заденет. Ну, вы сами прекрасно знаете, что столько здесь дырок, что просто с ума сойти. Закрашиваем граффити. Последнюю. А, предпоследнюю, да. И бежим в переулок. Сейчас будут катсцены, вы должны прыгнуть здесь для того, чтобы... Просто такой тайминг небольшой катсцены. Для того, чтобы в катсцене еще какое-то расстояние преодолеть, чтобы побыстрее перекрасить. Ну, то есть, опять же, там нужно рассчитывать тайминги. Это все у вас на опыте потом придет. Здесь также запрыгиваем. Не обязательно проходить через препятствия, которые просит нас сыграть, сделать. Ну, вообще, там тоже идет обучение своеобразное, что Сиджиму может перепрыгивать через всякие барьеры и все такое. Вот. Но нам это ни к чему. Мы просто сможем с помощью этого, этой, так сказать, прыжка запрыгнуть сразу в граффити и ее раскрасить. Вот и все. Возвращаемся на Grove Street. Сейчас важный момент такой будет. Нужно вовремя заюзать реплей. Реплей юзается с помощью клавиши F1. Сейчас я буду вам это показывать на своей клавиатуре, разумеется. Сбиваем прохожего. Найс. Вот. Приезжаем к маркеру и делаем так вот примерно вот прям посерединочке и нажимаем F1 прям перед маркером. Это давит свитер. Для чего это делается? Весьма продолжительный диалог и в конце этого диалога CJ и райдер жмут друг в друга руки. Разумеется, если мы задаем свита, я извиняюсь, да, райдер, свит путаю, вот, то анимация не происходит. Гораздо быстрее позволяет завершить эту миссию. Идем дальше. Наркоманы на районе, называется эта миссия. Русская мопла, в моем личном мопла. Вот, также выбираем маршруты. Обратите внимание, как мы вообще ездим по этому городу, да. Мы прыгаем через маркер для того, чтобы машина не стояла прям, вот, вот, прям сейчас. Вот она бы сейчас стояла, если бы я не выпрыгнул просто на маркер. Она так дальше уехала, ей, в принципе, нам ничего не мешает. Здесь главное прописать хэдшотик и разрушить заборчик с помощью пистолетика. Вот, кстати, это тот самый пистолетик, который мы взяли в начале. Вы сами понимаете, что если бы его у нас не было, ничего бы тогда и не было, собственно. Как хорошо, что тачка здесь припарковалась. Эта тупица решила нас, так сказать, наказать. Но, видите, мы ее доджим, чтобы она в случае чего нас не вышвырнула. Вообще, в идеале здесь байк взять. Вот, видели, там байк приезжал. Вот, вообще, старайтесь, в идеале, во всем этом ранее, старайтесь брать байки. Это лучшее вообще решение проблем, решение маршрутов каких-либо. Это очень быстро и экономит весьма круто время. Девять патронов у меня остается. Я здесь не устраиваю разборки, не махаюсь с ними на кулаках, ни на битах, ни на чем. Просто ставлю им хэдшот с помощью глока. Точнее, кольта. Сори, что у гайта нету глока, блин, хотя должен был быть. Погнали. Садимся в машину. Кстати, этот коп, который рядом с нами сейчас, он вас никак не может арестовать. Я не знаю, что это за коп. Это какой-то баганный коп, он просто с вами хочет подраться. Я не знаю, почему. Но, видимо, это уже какой-то баг в самой игре. Видимо, разработчики не имели в виду, что ли, то ли что. А вот, спокойно выполняем эту миссию. Ничего пока сложного вообще нет. Все придет с опытом, если вы потренируетесь. Вообще, тренировки, они нужны. Либо вы смотрите стримы, и как бы зритель на память у вас есть, да. Как у меня, например, было. Я никогда не тренировался, я просто вот смотрел стримы очень много и как-то вот к этому пришел. Просто потом, ну, разумеется, сам ран, это и есть тренировка. Так что, имейте это в виду. Без тренировок вообще никуда. Следующая миссия. Драфтру. То есть, что там, перестрелка в кафе или что. Вот, заезжаем на маркер. Тут все очень просто. Здесь тоже нужно, желательно, перегнать нашего оппонента. Заблочить ему путь направо. Сейчас он будет поворачивать. Мы уже в это время преуспеваем. И заднее окно, там, где сидит свит, мы его подъезжаем к переднему этому вот окну. На параллельной, короче, встаем. И он уничтожает того самого стрелка. Если вы уничтожили стрелка, то водитель выходит из машины, потому что не видит смысла дальше ехать, так как его братишку убили. И когда он выходит, мы просто его сбиваем, да и все. Едем на Грув Стрит. Я немножко весьма не успеваю, блин, комментировать уже свои действия, которые я делал в игре. Вот, потому что нужно объяснить тот или иной случай. И сами меня понимаете. Игра идет гораздо быстрее, чем я комментирую. Потому что я пытаюсь объяснить каждый. Каждый баг, каждую мелочь. Диспавнен трафик. Обратите внимание, как это происходит. Впереди машинки были. Бац. Мышку двинул. И все хорошо случилось. Так. Окей. Завершаем миссию. 200 баксов получаем. Девятки и калаши. Очень простая миссия. Опять же, тут важно выбрать маршруты, как вы поедете. Туда или сюда. Вот. Девятки и калаши, черт побери. Вот так вот. Это миссия с бутылочками. Тут опять же опираемся на ваша им. Здесь будет важный момент. Сейчас будет телефонный звонок. Мы его принимаем. И как только Сиджи кладет трубочку, мы его сбиваем. То есть, вообще, сбить анимацию звонка, когда Сиджи кладет себе в карман телефон, ее вообще возможно сбить, если под вами есть какая-то поверхность. Типа, с которой Сиджи может упасть. Или просто слегка споткнуться. Вот как сейчас это было, да. И в итоге он сбивает анимацию, как он ложит телефон себе в карман. И он остается у него в руке. Вот как так вот странно происходит все это. Так, делаем офигенский дрифт. Воп, входим в поворотик. Здоровимся с Эмметом. Вообще, в этой миссии ничего не надо делать, кроме того, как просто быстренько поражать цели. Эти самые бутылочки. Делайте как хотите. Можете чуть подойти. Вот, например, как я это сделал. Чуть подошел. Выстрелил. И жду, когда им это проболтает свой диалог. И так далее. Пока не уничтожим, блин, все эти бутылочки. Раз, два, три. Отлично. Все. Следующая часть 4 бутылочки будет или 5. При этом здесь есть некоторые такие баги. Я не буду вас вводить в заблуждение о том, что можно с помощью буферизации скипнуть диалог Эммета и все такое. Я сам это не практиковал. Да и вас в заблуждение вводить не хочу, чтобы вы это пытались сделать. Но если у вас есть время, есть возможность, то почему бы не попробовать. То есть перед началом диалога Эммета, вот, например, сейчас, просто зажимаете Escape, происходит буферизация. Я еще это покажу. В этом ранее неоднократно. Так что, вы еще узнаете, что это такое. Выстрелим в бензобак. И завершаем миссию спокойно. Здесь я просто так по фанчику толкнул битс Мауком. Типа, просто так. Это ничего ни на что не влияет. Это просто можно так вот, чтобы он в катсцене упал. Типа, ааа, ты настоящий убийца, детка. Вот, спавним, диспавним трафики. Опять же, советую вам не злоупотреблять вообще этой темой. Так как можно диспавнить так, что, мамы, не горюй, у вас это, перед вами появится, и вы только, наоборот, развернетесь. Это все время, разумеется. Старайтесь быстренько, резко все делать, диспавнить трафик. И, разумеется, если он, разумеется, плотный. Плотность трафика плотная, и только тогда старайтесь его диспавнить. Одни и те же слова говорю, нравится. Окей. Дальше проезжаем в бинка. Нам нужно надеть цвета нашей банды. Ну, разумеется, мы ничего одевать не будем, нафига. Потому что можно зайти и выйти просто из него, при этом не надев ни одну шмотку. Окей. Зайдев в бинка, ага. Сейчас зайду, блин. Еду в магазин бинка на Эдлвуде. Да-да-да. Обучение о том, что вот, вы встанете на маркет для того, чтобы проверить новые шмотки. Но мы это полностью игнорируем и просто выходим. Все равно миссия сейчас засчитывается. Не обязательно надевать цвета банды или вообще как-то одеваться. Просто, опять же, обучение о том, что открыты магазины одежды. OG Lock. Следующая миссия. Привет, Big Smoke. What's up? Тоже весьма интересная миссия. Опять же, выбираем маршрут. Опять же, смотрите, обратите внимание, что я выбираю более прямые дороги. Я бы мог, конечно, прямо поехать, там туда и повернуть, сюда и повернуть. Но это лишнее время и диспавн трафика, разумеется, всегда. Абсолютно всегда нам нужно диспавнить трафик, разумеется, если его очень много. И вы понимаете, что вы через него не проедете. Вообще, можно, в принципе, трафик не диспавнить. Но, опять же, вы сами понимаете, вам придется каждую машинку объезжать. Слева, справа, неважно откуда, но вам придется это сделать. Так или иначе. Езжайте к дому Фредди. Да, мы подобрали OG Lock. Фредди, это его насильник в тюрьме. Он пытается его отомстить. Разумеется, так сказать, свести счеты. Фредди издевался над Джеффри в тюрьме. Как жаль. Вот, скорее всего, OG Lock гей. Ну, точнее, не гей, но не то, чтобы он сам этого захотел, да? Но его заставили. Так скажем. Едем по шоссе. Еще раз скажу. Обращайте внимание на маршрут. Знаю раннеров, знаю таких людей, которые не обращают внимания на маршрут. Они едут абсолютно индивидуально, каждый раз по-разному. И у них время все время разное. Но вы должны понять, что нужно выбрать маршрут. Это самая важная часть игры, блин. Чем быстрее вы доберетесь до метки. А я, в принципе, здесь выбираю самые такие маршруты, которые ближе всего вас доставят к тому или иному маркеру. К следующей части миссии, да? Так что вы стараетесь тоже так же делать. Так. Фредди уезжает. Мы за ним. Разумеется, мы не прям по пятам за ним едем до определенного момента. Вот до сей час. И сворачиваем его. Мы знаем, что он будет здесь проезжать. Он будет делать здесь паузу для того, чтобы выпендриться. А мы в этот момент спокойненько его гасим с УЗИ. Я сжимаю Ctrl. И просто делаю так, чтобы он задымился, загорелся. Уже не обращаем на него внимания. Едем дальше. И он там просто взрывается. Вот и все. Не обязательно ездить за ним. Пол километра, пол карты, блин, объезжать. Достаточно просто найти место, где он зависает на несколько секунд. И в этот момент мы его просто дамажим с помощью УЗИ. Классно. Попалась мне достаточно быстрая машина. Достаточно неповоротливая. А точнее наоборот. То есть она поворачивает, но она не чертовски жесткий занос, блин. Вот поэтому. Кстати, это лучший вариант. Мог попаться и Бобкэт. Вот тут я задиспавнился, блин. Задиспавнил, блин, трафик. Появился перед мной притеский автомобиль. Но при этом звезды мне не дали. Интересно. Такое бывает. А вот, опять же, да. Что касаемо примера, что лучше часто не диспавнить. Если даже часто диспавнить, он старается это более резче делать, чем я. Вот. Потому что, вот, как видим, что происходит. Да, вообще в этой игре. Вот. Может так появиться. Смотрите, как это трафика. Да, я его действительно не диспавлю, потому что на моей полосе никого нет. И сейчас я буду демонстрировать чудеса, блин, своего диспавна. Вот сейчас бы это было кстати. Потому что вот перекрестки. Перекрестки. Старайтесь на перекрестках все время. Если у вас впереди перекресток, старайтесь все время диспавнить. Все время. Вот сейчас я покажу как раз таки этот момент. Что впереди перекрестки одни. И бывает такое, что внезапно, блин, с какой-то задницы. Вот, например, как этот таксист вонючий. Вышел, блин, на меня и все. Я его не задиспавнил. В итоге врезался, потерял время. И т.д. Отлично. Прошли миссию Уджлока. Найс. Сразу же, если мы успеваем по таймингу. У нас 2 часа ночи. А это то самое время для того, чтобы начать миссию Жизнь это пляж. Разумеется, смотрите, в сплитах написано с 22 до 6. Обратите внимание на этот пункт. О том, что на сплитах тоже написано время. С какого по какой вам нужно быть на той или иной миссии. Так. Миссия с танцами. Жизнь это пляж. Мы танцевать, разумеется, не будем. Нам нужны хоумисы для того, чтобы провернуть этот баг. Нанимаем, нанимаем себе хоумиса. Нанимаем. Ага. Зашибись. И едем с ним к пункту, куда нам надо. Разумеется, на саму вечеринку. То есть мы одни не ходим. Мы ходим хоумисами на эту вечеринку. Всегда. Постоянно. Для того, чтобы скипнуть сам танец. Сами понимаете, танец для 2 минуты идет. И здесь можно за секунду все сделать. Так. Заходим в тачку. Нажимаем F. Смотрим, когда хоумис зайдет. Как только он зашел, нажимаем H. Наж для того, чтобы остановить его в автомобиле. Чтобы его оставить в автомобиле. Проходим, сзади стоим этого Блэйда. Выстрелим ему в голову. Он там остается. Дверька в итоге открывается. Мы спокойно забираем в фургон. Потренируйтесь. Потренируйтесь, зная, что выглядит это. Вау. Это что? Это как вообще делается? Но. Имейте это в виду. Вы можете опять же совершить такую ошибку, что вы выстрелите, например, не заходя за задницу Блэйда. Того самого автомобиля, за который зашел я. И вы стреляете как бы на вечеринке. Тем самым вы провалите миссию. Вот и все. Здесь тоже диспавнят трафик. Потому что здесь широкая, блин, дорога. Здесь такое бывает. Что вот этот вот, тем более, грузовичок. Он чертовски неустойчивый. Он может перевернуться через любую, блин, хрен. Также здесь тоже перекрестки. Я тоже, блин, долбил. Увидели камеру. Для того, чтобы там точно никто не заспавнился. Это очень сложно. Потом будет его... Вообще, неприятно на нем врезаться. Вот это самый такой неприятный факт. То, что вы вроде бы едете. Тут я тоже психую, блин, психую. Все время эту камеру двигаю. Так сказать, уже на опыте. Знаю, что здесь можно заспавниться. Их придется объезжать. А фургончик тяжелый. От аппаратуры все что-то довесит. Спокойно завершаем миссию. Найс. Отлично. Вот. Изи. Жизнь это пляж. Следующая миссия Running Dog. Весьма скилловая такая. Вам нужно хотя бы немножко уметь стрелять. Ну, же имеется, Running Dog. Я забегаю чуть наперед. Сейчас, кстати, перед ней, когда вы доедете до миссии Big Smoke, будет телефонный звонок. Нам тоже важно его принять. Потому что именно в этой миссии, точнее, перед этой миссией, он принимается. Звоночек о том, что нужно подкачаться. Ну, а вас там свит предупреждает о том, что есть качалка в городе. Но не суть. Забегаю чуть вперед. Расскажу, что такое Running Dog. Что там нужно делать. Во-первых, есть множество, опять же, вариантов прохождения. Я знаю три. Первый этот, просто бежать за этим самым убегающим псом. Д. И достичь его до той метки, когда он добежит, например. Второе, это можно его задавить с помощью автомобиля. Любого совершенно. И он быстренько умрет. И третье, самый хардкорный, самый такой скилловый, каким пользуюсь я все время, всегда. Так как это чертовски экономит время. Пока ты там машину найдешь, пока ты в нее сядешь, пока ты разгонишься, пока то, все, повернешь туда и сюда, чтобы его задавить. Время немного убивает. Да и бежать, разумеется, не вариант, да, на спидране? Чего ты будешь за ним бегать? Так вот, я все время выбираю третий вариант. Третий вариант, это поставить хедшот. У меня благо это пока что получается, разумеется. У вас может это не получаться. Но опять же, ребята, тренировки, тренировки. Только с помощью тренировок вы добьете своего успеха. Разумеется, сразу ничего не получится. Так вот. Райндок, он убегает. Справа, как раз таки, есть автомобиль, который можно будет взять. Но я третий вариант, вы сами понимаете. И хедшот, бейчис. Найс. Сразу же тут появляется у нас блейд. Очень удобно, мне нравится эта машина, офигеть. Офигеть как нравится. Вот. Берем блейд. И едем к миссии драфбай. Драфбай. Ничего сложного тоже нет. Сами понимаете, что такое драфбай, да? Наверное, из GTA Sun & Rest, там, мультиплеера, вы знаете, что это проезд рядом. Спокойненько проходим на маркер. Обстрел из машины. Ну вот, нам в русском плаке перевели, что это такое. Берем хоумисов. Что здесь важно сделать? На самом деле, просто задавить. Чем быстрее вы убьете своих абонентов, этих самых баласов, да? Которые тут, в принципе, обстрел происходят. Баласы против грувов или грувы против баласов. Так вот. Чем быстрее вы истребите своих врагов, тем быстрее появится следующая пачка врагов. Ну, тут так по пунктам. Раз, два, четыре пункта врагов, так скажем. Их групп. Вот. И здесь, разумеется, мы просто практикуем тараны нафиг. С помощью машины мы давим. Вообще, на самом деле, в этом ране мы будем много давить людей. Когда это нужно будет сделать. Вот. Появляется вторая пачка врагов. Мы ее тоже давим. Потому что хоумисы, ну, блин, извините меня, но они будут, блин, до зимы здесь убивать этих... Всех баласов. Тут был гребаный таксист, мне не дал проехать. Знаете? Тоже всех давим. Обязательно смотрим на вообще кучку врагов. Потому что если вы не будете смотреть, они не умрут. Вот так вот. Хоумисы будут стрелять, но они не умрут. Желательно смотреть просто на каждого члена балас. Видите, там один остался, я на него смотрю. Ну и слава богу, хоумисы не такие косые, какие они могут быть. И спокойненько прохожу эту миссию. Сейчас paint spray. Опять же, выбираем маршруты такие, которые прямые. Без каких-либо поворотов, косяков. И все в таком духе. Диспавню трафик. Иногда можно так, что в тебя врежется, блин, сам этот полицейский. Найс. Дровбай. Пок. Возвращаем в покраску. Paint spray. Опа-на. Машина другого цвета. Я таких не знаю. Полицейские ведут себя отвратительно. Переграсывали еще три фирмы. Да, рифмы, хотел сказать. Рифмы, блин. Да, да, да. Я. Две звезды пропадают у нас. И мы спокойно отвозим хоумисов на свой район. Это была миссия дровбай. Отличненько. Сейчас вот дождемся, когда я доеду. Блин, а то я, видите, уже спешу. Я могу отставать, я могу спешить. Все очень просто. Когда ты комментируешь свой ран. Когда видите, что я нажимаю. В общем, превосходно все. Девочка свита. Next mission. Опять же, некоторые кассеты невозможно пропустить. Но я все равно как бешеный кликаю на свой shift. Не знаю, просто привыкните. То, что я нажимаю, блин, на все клавиши подряд. Окей, отлично. Клавиши shift. Скипаем кассеты, скипаем звонки. Все хорошо у нас. И берем тачку. Вообще. Отличная, кстати, тачка. Клогер мне попался. Может быть, совершенно любое. Вообще, на самом деле, миссия достаточно-таки опасная. И лучше на прямой контакт с этими парнями из Севильи не выходить. То есть, если вы едете на машине, старайтесь... Если вы в себе уверены, вы, конечно, можете поставить всем хэдшоты. Но если вы не уверены в себе, лучше их задавить. Как, в принципе, это сделаю и я. Они чертовские, блин, аимщики. Вот здесь вот реально. Вот вы выйдете. Вас они на изи расстреляют всех. Тут очень много ранов, когда заканчивалось. То есть, реально, есть такие моменты, когда здесь заканчивались раны. Здесь просто кладбище всех ранов. Не знаю, большинство, наверное, моих. Или, может быть, кого-то чужих. Но вообще, достаточно проблематичная миссия. И будет круто, если вы наскиллуете здесь. И просто будете их убивать уже с помощью хэдшотов. Но я их давлю по классике. Потому что так безопаснее намного. Обратите внимание, сколько у меня хп. Это более чем приемлемо. Это не полная, конечно. Но в следующей части я вам объясню, где их пополнить можно. По миссии это можно сделать. В общем, все просто, ребята. Все очень просто. Девочка-свита проходится очень легко. Если вы... Если вы потренируетесь. В общем, такой ран. Имейте это в виду. Увидимся позже, детка. И на этом первая часть подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг впервые здесь. Следующая часть не заставит себя долго ждать. Я ее буду уже совсем скоро выпускать. Буду благодарен вашей поддержке. Надеюсь, вам все было понятно. Опять же, если вам что-то непонятно, вы всегда можете написать мне комментарий. Я все время отвечу. Всегда отвечу. Или найдется тот профессионал в комментариях, который вам сможет ответить. Опять же, подправляйте. Делитесь опытом. Это все время будет приветствоваться. Большое вам спасибо за просмотр. И пока. Субтитры подогнал «Симон»!